В Каргандинской области скончался 48-летний мужчина, который получил термический ожог 90% тела во время тушения степного пожара. Еще двое жителей Каркаролинского района остаются в больнице. У них ожоги 18 и 28% тела. Состояние их стабильно, говорят врачи. Напомню, мужчина вместе с другими жителями выехал из отделения Кольбасе для тушения степного пожара. В результате сильного ветра огонь перекинулся на людей. Всего в ликвидации возгорания участвовали больше 300 человек и 90 единиц техники. Огонь охватил 3000 гектаров в Актугайском, Каркаролинском и Ишетском районах. За сутки спасатели ликвидировали 6 степных пожаров и возгораний. К другим темам. Меньше 3000 случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане. В целом 2901 факт инфицирования. Больше всего положительных ПЦР-тестов зарегистрировано в Алматы, Нурсултане и Карагандинской области. 568, 388 и 304 случая соответственно. 74 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии. Актуальную статистику приводит Минздрав. На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 71 тысячи казахстанцев. Из них в тяжелом состоянии находятся тысячи пациентов. Еще 189 на аппарате искусственной вентиляции легких. В Аксусском и Балхашском районах Алматинской области 100% населения полностью провакцинировалось от коронавируса. Наши корреспонденты побывали в одном из регионов и выяснили, почему здесь не оказалось антиваксеров и как удалось убедить жителей вакцинироваться от пандемии. Чита Джетимековых в скором времени отметит 50-летний юбилей совместной жизни. Секрет такого союза в уважении и согласии, говорит хозяйка дома. Супруги и провакцинироваться пошли вместе. Ну а после решили съездить в гости к детям в Алматы. Сейчас наслаждаются воспитанием внука. Надо защитить от болезней в первую очередь малышей. Да и сами мы в годах уже организму самому бороться с такой инфекцией тяжело. Поэтому мы всей семьей привились. И дети наши тоже. Да и наши односельчане все пришли в местную амбулаторию за прививкой. У нас в Сауксайе очень активные аксакалы. Всех убедили, что надо провакцинироваться. Прививочные пункты работают во всех 17 сельских округах Аксусского района. Ну а самые отдаленные из них и отгоны Чабанов посещают две мобильные группы. Сейчас, по словам медиков, тех, кто приходит на прививку, с каждым днем все меньше. Самый активный сезон вакцинации был с июня по июль месяц. В день около 35-40 пациентов поступало в те месяцы наплыва. Сейчас, естественно, наплыв намного меньше. Около 10-15 пациентов. В основном пациенты идут на второй этап вакцинации. Из 38-тысячного населения Аксусского района провакцинировано больше 20 тысяч человек. Остальные дети и те, кому прививаться, противопоказано. У нас за две недели зарегистрировано всего 11 случаев заболевания коронавирусом. Мы сейчас по области находимся в зеленой зоне. Ну а для того, чтобы все население привилось, привлекли общественность. Агитационные группы создали. Очень активно подключились и наши аксахалы. На сегодня в Алматинской области показатель привитого населения составил 66%. В Германии проходит неделя всеобщей вакцинации. Получить прививку от ковида можно в общественном транспорте, торговом центре и даже во время футбольного матча. Как проходит прививочная кампания, расскажет моя коллега Шолпанна Иманбаева. Мы находимся на Олимпийском стадионе Берлина. Впервые здесь, на территории спортивного комплекса, открыт центр вакцинации. Футбольные фанаты уже прибывают на игру. Этим вечером они смогут не только насладиться футболом, но и получить прививку от ковида. Если раньше за прививкой нужно было ездить в большие центры вакцинации, то сегодня власти в разы упростили систему. Появились мобильные станции, которые работают без записи в местах массового скопления людей. На игру команд Герта и Гройтерфюрт пришли более 20 тысяч человек. До матча и в перерывах между таймами все желающие могли привиться. Я сам не боюсь заболеть, потому что получил обе прививки. К тому я работаю учителем. Это очень важно в моей профессии. Я считаю, что в Берлине и по всей Германии нужно привить как можно больше людей. Я не понимаю тех, кто отказывается. Кто бывал в госпиталях, прекрасно знают, насколько опасна болезнь. Я думаю, идея правительства прививать на футбольных и хоккейных матчах очень хорошая. И тем более записываться не нужно. Это очень важно. Открыть центр вакцинации именно тут, на стадионе во время игры. Чтобы каждый, кто хочет, мог привиться. Я думаю, чтобы мы добились коллективного иммунитета как можно быстрее, точек, где можно получить вакцину, должно быть больше. Я и мои друзья уже давно привились. Вакцинация доступна и в других местах. К примеру, защитить себя от коронавируса можно по дороге на работу. Сейчас в Берлине курсируют автобусы с врачами, которые делают уколы прямо на месте. Получить прививку можно в библиотеках, зоопарках, мечетях и даже рядом с киоском фастфуда. Спонтанно и без записи. Это новая стратегия немецкого правительства в борьбе с коронавирусом. Несмотря на все усилия властей, Германия привила почти 63% населения и начинает отставать по темпам вакцинации от своих соседей по ЕС. В лидерах Мальта, Исландия и Дания. Но в ближайшие недели политики намерены изменить ситуацию. 37% немцев остаются непривитыми на сегодня. По словам экспертов, это может грозить новой волной, которая приведет к перегрузке системы здравоохранения. Но чтобы избежать худшего сценария, осенью и зимой медики говорят, в Германии необходимо успеть провакцинировать хотя бы 75% населения. Шулпана Иманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар, 24, Германия. Санитарные врачи не одобрили ревакцинацию населения в США, но рекомендовали бустерные дозы для американцев старше 65 лет. И кроме того, по словам экспертов управления по саннадзору, за качеством пищевых продуктов и медикаментов этой страны, специалисты выступили за то, чтобы третью прививку получили врачи, учителя и представители других профессий, которые больше всего подвержены риску заразиться коронавирусом. Многие независимые эксперты заявили, что пока повсеместное внедрение вакцин не является оправданным. Напомню, в прошлом месяце президент страны Джо Байден объявил, что бустерные прививки Pfizer будут доступны уже 20 сентября, но только в том случае, если они получат одобрение экспертов. Я думаю, что нам нужны научно обоснованные доказательства, прежде чем мы продолжим такую большую и важную кампанию, как бустерная вакцинация. Населению действительно могут потребоваться дополнительные дозы, и это может стать важной частью наших стратегий вакцинации. Но мы должны вводить это на основе научных данных, а не намеков или мнений. Я думаю, что в течение шести месяцев у нас будет ответ на этот вопрос. Если мы введем третью дозу ревакцинации в США прямо сейчас, мы будем говорить о 200 миллионах человек, которые снова будут вакцинированы. Мы просто должны быть очень, очень осторожны, чтобы польза перевешивала риски. Кстати, сейчас в Вашингтоне проходит выставка художницы Сюзанны Фирнстенберг. На открытом воздухе разместили свыше 670 тысяч белых флагов. Каждый из них символизирует одного американца, умершего от коронавируса во время пандемии. Инсталляция будет открыта для публики до 3 октября. Жители семи сел Тулебийского района Туркестанской области ждут газ. Актуальный для сельчан вопрос они поднимали уже неоднократно. В этом году средства в бюджете все-таки нашли. В Акимате сообщили, что на газификацию выделено 900 миллионов тенгей. Там уже начали рыть траншеи, прокладывать трубы. Но каждая семья подводить голубое топливо в дом будет уже самостоятельно. На данный момент в Туркестанской области полностью газифицирован только лишь один район. 34% сел все еще ждут своей очереди. В апреле еще начали монтажные работы, полностью завершат их в 2022 году, после того, как ко всем семи населенным пунктам подведут газ. Тогда можно сказать, что район полностью обеспечен природным газом. Все 55 сел. Чистая вода, новые дороги, природный газ в Казалардинской области в рамках программы АОЛ Ель-БСГ продолжают благоустраивать населенные пункты. Так, в Шиилийском районе в ближайшее время голубым топливом обеспечат еще два села, где проживают почти 10 тысяч жителей. Тему продолжит Кристина Алмаз-Казе. К холодам на Санбаевы всегда готовились основательно. Закупали тонны дров и угля. Они нужны были круглосуточно. Отапливать дом, готовить еду, просто умыться. Теперь в семье с нетерпением ждут, когда в аул проведут газ. Уже даже установили новую печь. Обрадовались, когда узнали, что наш аул обеспечат газом. Больше не придется носить ведрами уголь, чистить пепел. Эта работа отнимает много сил и времени. Жизнь налаживается не хуже, чем в городе. Раньше люди из села уезжали, сейчас наоборот возвращаются. Все условия для нас создаются. Главное – работой. На газификацию двух сельских округов Туран и Кирделе выделено более миллиарда тенге. Работы на стадии завершения. Подать голубое топливо планируют в середине октября. В целом, благодаря реализации программы Ауэль Бесагы, качество жизни улучшается. В ауле многие проблемы решены, обеспечили дома питьевой водой. Дороги асфальтируются, это радует. Сегодня наша жизнь гораздо комфортнее. Сейчас нас беспокоит только один вопрос – неработающий водный канал К3. Сброшенная вода с полей топит местность. Надеемся, что и эта проблема решится в ближайшее время. Местный бюджет формируется за счет налоговых поступлений. Собственные доходы также направляют на развитие сел. Сбор налогов исполнен на 105%. На предыдущей сессии Маслихата было решено выделить средства на строительство детских площадок и решение проблем с поливной водой. По словам представителей местной власти, природный газ в следующем году будет доступен жителям еще пяти населенных пунктов района. Несмотря на засуху, в Павлодарской области вырастили богатый урожай картофеля. Прямо на полях его при помощи машин сортируют на товарный и семенной. И вот как только закончат, аграрии уже приступят к уборке моркови. О ситуации на полях расскажет наш корреспондент Ербол Абишев. Половину картофельных полей убрали актугайские овощеводы. По 36 тонн с гектара берут механизаторы погода. Благоволит уборки. Качество урожая тоже радует. За день набирают 30-35 бункеров. Уборка идет хорошо. Дождей пока нет. Нужно успеть все собрать. Нельзя упускать момент. Хорошо, техника вся новая, не подводит. Прямо с поля картофель идет на погрузку. В этом году цена сильно подскочила. По 85 тенге отгружает хозяйство на рынок. Для социальных магазинов в пределах 70 тенге за килограмм. Свежие овощи также закладывают на хранение для стабилизационного фонда, чтобы весной регулировать цены. В этом году хозяйство максимально механизировало переборку овощей. Приобрели новую машину. Ручного труда стало намного меньше. На овощебазе строго соблюдают карантин, допуская массовое скопление людей. Очень хорошо. Даже в мусорах намного меньше стало. Картошка в продаже идет чистая. Ничего такого визигету, как раньше было. Раньше все равно сложнее было. Сложнее, да, было. Сейчас намного лучше и хорошо. Комплекс улучшил производительность. Машина сразу сортирует картофель на товарной и семенной. Сейчас важно успеть заложить фонд для будущей посадки. Хорошо помогает. Камней нет. Раньше камни были, сейчас камни нет. Мусора меньше. И картошка хорошая, и семена хорошие. К уборке моркови, самого дорогого нынче корнеплода, только готовится. На полях прокладывают технологические проходы для комбайнов и тракторов. Агрономов радует урожай. Засуха не повлияла на рост растений. Правда, воды на полив потратили в два раза больше. А рассчитываем на урожайность нынешнего, прошлого года, в районе 70 сантиметров в гектаре. На подходе уборка свеклы и капусты. Быстро портящиеся овощи в этом году хотят хранить дольше обычного. Скоро заработает новое овощехранилище с холодильным оборудованием на 5000 тонн. До нового урожая, то есть до следующей осени, будет храниться морковь, свекла и капуста. Ирбулабишев, Самат Аспанов, Дженнис Тимирбулат, из Павлазарской области, Хабар, 24. В Карагандинской области становится все меньше желающих поступать на аграрные специальности. Вот, например, в Каркаролинском сельскохозяйственном колледже учатся около 160 человек. Хотя 4 года назад студентов здесь было вдвое больше. В учебном заведении закрыли такие специальности, как агрономия и зоотехника. Молодежь не привлекают даже комфортные условия проживания. Вот в прошлом году здесь построили новое общежитие на 100 мест. И это при том, что специалисты АПК очень востребованы в регионе. Ну а крестьянские хозяйства испытывают серьезный дефицит кадров. В 2019 году мы выпустили последних выпускников по зоотехнии. То в 2018-2017 году мы выпустили по специальности агрономия. Сейчас, конечно, именно потребностей на эти специальности нет. Молодежь не приходит обучаться именно на эти специальности. Поэтому мы сейчас его не включаем на государственный заказ. Но, думаю, после послания президента мы надеемся, что все-таки будут выделяться именно государственные заказы на эти специальности. И мы начнем набирать. На сайте электронной биржи труда больше 140 тысяч вакансий. Работодателям нужны водители, бетонщики, портные и многие другие. Причем предложений гораздо больше, чем соискатели. Какие специальности входят в топ самых востребованных и у кого больше шансов найти работу, расскажет Сабина Балашкина. У каждого бариста, чтобы приготовить свою вкусную чашку кофе, есть свои секреты. Но самое основное – это его руки, которые готовят с душой каждую чашку напитка. Первую кружку бодрящего напитка Алихан Рызбаев приготовил почти 10 лет назад. Это и стало началом его карьеры. Методика приготовления кофе – это настоящее искусство, признается Алихан. Ради него он ушел с прежней работы и сейчас управляет сетью столичных кофейных, освоил все тонкости работы и даже обучает новичков. Когда случился карантин, вот эта вся пандемия, был большой отток от хорики. То есть сейчас очень большой дефицит на рынке бариста, то есть не хватает. Образно говоря, выкладывается в день по 5-6 вакансий бариста, а заведения не могут найти себе людей. Ну и бариста нет. То есть все готовы повышать зарплату, сами же обучать, лишь бы был человек. Но сейчас людей очень мало. Работники сферы услуг и продаж, по прогнозам экспертов, останутся одними из самых востребованных на рынке труда. Кроме того, найти работу становится легче тем, кто освоил навыки новых, а главное – востребованных профессий. Согласно краткосрочному прогнозу, потребности в кадрах на электронной бирже труда до второго квартала 2022 года ожидается наибольший спрос на неквалифицированных рабочих, потому что по данным профессиям наблюдается высокая текучесть кадров и работодатели находятся в постоянном поиске таких рабочих. На рынке труда сегодня востребованы водители, портные, слесари, охранники, врачи и воспитатели. Можно воспользоваться моментом и подработать во время всеобщей переписи населения. В центре занятости набирают интервьюеров. Также большой спрос ожидается по рабочим промышленности, строительства и родственных занятий в ответ на высокие темпы роста данных отраслей. И еще одна свободная ниша – отрасль информационных технологий. Наша страна нуждается в высококвалифицированных IT-специалистах, говорят эксперты. Если заглянуть в будущее, то через лет пять на рынке появится множество новых профессий. К примеру, цифровой адвокат. Это человек, который отслеживает, скажем так, правомощность действий в цифровой среде. Сегодня с переводом онлайн возникает очень много различных нюансов. Вы знаете, есть вопросы охраны, сохранности безопасности данных, в том числе личных данных. Есть вопросы кибератакам, противодействия кибератакам. И все эти вопросы, точнее их решения, требуют такой экспертизы на стыке юриспруденции и IT. К слову, чем больше навыков, тем больше шансов найти работу, говорят эксперты. Важно учитывать потребности рынка и развивать новые компетенции. И еще одна тенденция будущего фриланса, по прогнозу международных экспертов. К 2030 году половину работы на рынке труда будут выполнять нештатные сотрудники. Крупные компании начнут нанимать их для выполнения конкретных задач. Есть вероятность, что таким образом они смогут одновременно работать в семи или даже восьми организациях. Однако, случится ли так на самом деле, покажет время. С начала года через электронную платформу смогли трудоустроиться свыше 300 тысяч казахстанцев. Сейчас на сайте yenbek.kz размещено почти 150 тысяч активных вакансий. Это гораздо больше, чем потенциальных кандидатов. Сабина Балашкина, Диасков Ломбаев, Хабар, 24. У тысячи сельских детей Алматинской области появилась возможность учить английский язык. В городе Каскелени Карасайского района открылась профессиональная школа. Центр в одну смену может принять сразу 500 детей. Главной особенностью образовательной программы называют то, что местные и иностранные педагоги будут преподавать языки в игровой форме. Кроме того, большую часть уроков посвятят разговорной практике. Лучшие ученики получат возможность принять участие в Олимпиадах и поехать на недельные курсы в Англию и Малайзию. Мы принимаем детей с 8 лет, потому что мы в нашем понимании с первого класса ребенок должен обучаться только на родном языке. Поэтому со второго класса мы принимаем детей в наши школы. Мы всегда, когда принимаем детей, обязательно берем тесты для того, чтобы узнать их уровень в школе, потому что кроме нас, нас в школе тоже обучают английскому языку. Для каждого ребенка у нас есть программа на 3-4 месяца. В Акмолинской области подвели итоги декады языков. За это время здесь прошло до 2000 мероприятий. На заключительном торжественном собрании наградили тех, кто внес вклад в реализацию языковой политики. Избранные пособия по обучению государственному языку, методические сборники, лучшие сочинения авторов со всех районов области. Все это было представлено на специальной выставке. Особое внимание зрителей привлекли стенды города Степногорска, на которых был презентован робот, обучающий казахскому языку. Специалисты нашего учебно-методического центра обучают сотрудников всех государственных органов на специально организованных курсах казахского и английского языков. По окончанию этих курсов 400-450 человек получают сертификаты. За труд и достижения в изучении государственного языка были награждены 30 акмолинских специалистов разных сфер. Были оценены и успехи молодого тренера Николая Дураченко, который в совершенстве владеет государственным языком. Казахский язык знаю с ранних лет. Научил меня отец. Отец вырос в казахском ауле. Каждый казахстанец должен знать национальный язык, так как это святой долг и обязанность каждого казахстанца. Всего в регионе работают 19 учебно-методических центров по обучению казахскому и английскому языкам. В них преподают более 120 специалистов, которые применяют разнообразную методику. При обучении мы применяем методические пособия специальной разработки с Министерства образования и науки. Мы нацелены на то, чтобы каждый обучающийся при завершении мог свободно сдать КАЗ-тест. К слову, ежегодно обучаться казахскому языку желание проявляют до 4000 акмолинцев. Каждый третий из них проходит трехгодичные курсы, по окончанию которых в совершенстве владеет государственным языком. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, Хабар-24. В Костанае презентовали книгу ветерана казахского телевидения, заслуженного деятеля культуры Казахстана Хаджи Коргана Киудесы Агалардын Алтен Сандык. В ней автор рассказывает о людях, которые внесли большой вклад в развитие отечественной экономики и культуры. На страницах описывается не только их жизненные и служебные пути. Читатель сможет также узнать неизвестные широкой публике моменты их судеб. Ну и также опубликованы различные высказывания и шутки героев, поэтому книга читается легко. На ее презентации присутствовали не только коллеги-журналисты автора, но и потомки тех, чья жизнь описана в издании. В этой книге 99 героев. Со всеми я по своей журналистской деятельности сталкивался. Из них сегодня только 5 или 6 человек живы. Мои герои имели разное положение в обществе, начиная от Кунаева до простых девчат-чабанов. Я хотел больше передать их высказывания и изречения в жанре эссе и хочу, чтобы молодежь знала этих людей, как они жили и как работали. И у нас пока на этом все. Мы продолжим работать уже буквально в следующем часе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин